Георгины однолетние, посадка и уход. Из множества разновидностей популярных георгин выделяют однолетние и многолетние, первые из которых намного легче выращивать. Не требуется формировать клубни, выкапывать их к холодному сезону, оберегать растения от заболеваний. Для того чтобы украсить клумбу, достаточно вырастить георгины из семян, посеяв их за два месяца до начала цветения. Это довольно красивые цветы, которым отдают заслуженное предпочтение многие садоводы. Выведено множество сортов, различающихся формой и окраской. Выращивание из семян – главное отличие однолетней культуры. Рассмотрим, как их правильно выращивать. Сведения о культуре. Цветник с георгинами выглядит восхитительно. Красные, белые, розовые, желтые и другие цвета. Разнообразная палитра форм и оттенков оставляет такое впечатление своим эффектом, что любители этих растений готовят рассаду год от года. Цветение начинается в июне, а заканчивается морозным сезоном. Как правильно вырастить георгины из семян? Сначала познакомимся с особенностями этих ярких цветов. Однолетник представлен во множестве разновидностей, из которых всегда можно выбрать подходящие для своего сада. Есть масса преимуществ перед многолетними сортами и другими обитателями. Клумб – долгое цветение, продолжающееся до заморозков. Крупные цветки, красочные и разнообразные по форме, в виде шаров, махровые, с глянцевыми лепестками. Георгины однолетние легко сажать семенами, а затем ухаживать. Клубни не надо выкапывать и хранить. Произрастание возможно по всей территории РФ, в том числе на севере. Культура неприхотлива для любого климата, грунта не нуждается в постоянном поливе. Внимание! Наиболее эффективный рост цветения получают на нейтральных почвах. Либо требуется грунт с пониженной кислотностью. Георгины любят произрастать на светлых участках, освещенных солнцем. Они относятся к семейству островы, различаются по высоте, наличию махровости, диаметру цветка. Георгины однолетние размножения. Вырастить георгины однолетние на своем участке может даже начинающий садовод. Посадка может быть произведена способом посева семян для рассады. Первый вариант для мягких климатических условий. Весна, конец апреля или наступление мая – период для сения. Заморозки более не угрожают. Делают лунки, в которые опускают семенной материал и прикапывают. Если же теплые условия устанавливаются лишь летом, однолетник выращивает рассады. Разница с посеянными растениями проявляется в виде более раннего цветения, опережающего сеянца на две недели. Рассмотрим, как подготовить и произвести высадку культуры георгины разновидности однолеток. Рассада культивируется методом, аналогичным применяемому к томатам или перцу. Его этапы следующие – семена нужно замочить на одни сутки. Посев делают в контейнеры 7 см высотой, которые накрывают пленкой для создания парниковых условий. Семена должны быть разложены на поверхности в 1 см одно от другого. После этого присыпается 1,5 см земли. Правильный состав грунта – это перегной с песком и дерном в пропорциях 1-1-2. После посева почву немного увлажняют. Когда через неделю всходы появятся, ждут до 12 дней, пока сеянца подрастут. Затем после образования 2 листов рассаживают в отдельные горшечки, пикируют. Желательно, чтобы это были торфонные емкости 300 мл 12 см высотой. После пересадки их держат в прохладе одни сутки, а затем на окне. Полив осуществляют ежедневно, без переувлажнения. До момента высадок в грунт ростки закаляют, держат на балконе или улице. Удобрений на грядки вносить не нужно, если питательность грунта достаточная. В случае с кудной почвой еще осенью вносят комплексные или органические удобрения. Также прежде, чем опускать каждое семечко в лунку, туда добавляют древесную золу, 1 горсть. Уход за культурой, однолетние георгины, посадка и уход за которыми в открытом грунте осуществлялись правильно, порадуют ярким и красочным цветением на клумбе. Часто поливать не обязательно. Переувлажнение может погубно отразиться на росте. Могут возникнуть грибковые инфекции. Следует дождаться пересыхания грунта. Осенью увлажнение почвы прекращается. Подкормка комплексными удобрениями сделает цветение обильным. Их вносят дважды, до периода бутонизации после появления первых цветов. Для увеличения численности цветков центральный побег прищипывает, что стимулирует боковые стебли. По окончании цветения цветки отрезают. Исключение составляет случай, когда надо собрать семена. Тогда ждут две недели их созревания, затем высушивают и раскладывают по бумажным пакетам. При первых заморозках продолжают ухаживать за георгинами, стараясь сделать цветение более длительным. Растения накрывают на ночь, применяя агро-волокно. Внимание! Однолетний тип георгин нежелательно сажать два года подряд на одно место, лучше менять расположение клумбы. Три года отдыха почва при этом считается нормой. Выбрав сорты, соблюдая правила ухода, можно создать прекрасную клумбу, включающую самые разнообразные виды соцветий георгинов. Уход за растением рекомендации по уходу могут касаться выбора сорта однолетней цветочной культуры, популярными из которых являются Следующие, веселые ребята, высотой до 0,5 метров с множеством стеблей. Поэтому цветение происходит непрерывно. Цветки до 10 сантиметров восточной и долгопиаметре. Василиса низкорослый, до 15 сантиметров растения с махровыми цветами до 7 сантиметров восточной и долгопиаметре разных оттенков. Пригодно для выращивания на клумбах и балконах. Бомбина сорт представлен в различных окрасках до 25 сантиметров в высоту, цветками 7 сантиметров. Также предназначен для клумб и вазонов. Помпонная георгина с плотными круглыми махровыми цветками в виде помпонов, отсюда такое название. Высота растения 90 сантиметров. Крупные георгины красиво выглядят на фоне других мелких цветов. Выбирая их по высоте кустов, нужно иметь в виду, что длинные стебли нуждаются в подвязке и опоре. Расстояние между крупными растениями 70 сантиметров. Карликовые особи располагаются в 30 сантиметров один от другого. Тип бутона и окраска листьев играют важную роль в дизайне. Что касается сроков, высокие георгины начинают цветение позже, с разницей в неделе. Внимание! При выборе сорта нужно внимательно знакомиться с информацией на упаковке. Если садовод захочет иметь собственные семена, нужно брать их с наиболее крупных и красивых соцветий. Желательно использовать первые цветы, оставляя их на полтора месяца после увядания. Но цвет лепестков у выросших на следующий год растений может отличаться от первоначальных, если это гибриды. Найдя на корнях небольшой клубе, не сохранив его, вполне можно получить такое же растение.